Мистер Твиттер, Дональд Трамп попал под очередной шквал критики после ошибки в своем сообщении в соцсети. Что не так на этот раз узнаем от Дмитрия Анопченко. Новости о происходящем в Белом доме страна давно уже узнает не из информационных агентств, а из Твиттера. Вот и сейчас глава государства в соцсети поведал американцам. Его жена после операции на почках наконец-то вернулась из больницы. Замечательно, что наша великолепная первая леди вернулась в Белый дом. Мелани чувствует себя очень хорошо. Спасибо за все ваши молитвы и пожелания. Какая такая Мелани, заволновалась публика. Он что, имя собственной жены забыл? Сообщение полтысячи людей успели перепостить, пока ошибку заметили и пост удалили, заменив Мелани на Миланью. Казалось бы, но не может же сам высокопоставленный супруг в имени жены ошибку допустить. Скорее всего, это просто помощники опечатались, ведь не секрет, что очень часто за политиков их странички в соцсети ведут пресс-секретари. Но здесь, в Белом доме, журналисты, входящие в президентский пул, рассказали мне, в случае с Трампом это действительно так. Он пишет и твитит исключительно сам. Очень часто рано утром, когда только просыпается, бывает, что из ванной. Из просонья часто делает ошибки. То дочь похвалил, написав, Иванка Трамп, сильная женщина с настоящим характером. Но в посте отметил не ее, а женщину с таким же именем. Иванку, живущую на Брайтоне. И та проснулась знаменитой. То опубликовал самый короткий текст в истории, написав просто «мы» и ничего больше. То использовал несуществующее слово «кофефе», видимо, снова опечатка. И заставил весь мир гадать, что это значит. И таких примеров множество. Но ведь цена ошибки, может быть, очень велика, побаиваются в команде президента. Один-единственный твит способен и рынок обвалить, или, того хуже, стать причиной войны. Сотрудники президентской администрации не раз пытались получить контроль за твиттером Трампа, для того, чтобы редактировать или оперативно вносить правки. Но в случае с американским президентом это не работает. Для него это принципиально. А значит, и нынешний конфуз с именем жены далеко не последний. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». Американское бюро телеканала «Интер».